Мы понимаем, что голос – это очень важно по жизни, и поэтому давайте с вами подумаем вот такой темой, насколько важно, чтобы наш голос был здоровым, чтобы мы могли его извлекать. Какие нужно принимать меры безопасности для того, чтобы его не лишиться. Давайте посмотрим, от чего вообще зависит звучание нашего голоса. Оно зависит от наследственности. Очень часто по телефону можно спутать голос матери и дочери. Итак, хорошая наследственность голосовая может служить опорной точкой для того, чтобы у вас тоже был красивый, хороший голос. Второе – состояние эндокринной системы. Это наши железы. Если вдруг у человека проблемы со щитовидной железой и при этом есть проблемы с голосом, то причину можно искать. В состоянии нашей эндокринной системы. Вплоть до того, что поставленная внутриматочная спираль и то может отразиться на звучании голоса. О том, что нервно-эмоциональный стресс может влиять на звучание голоса, мы все точно знаем. И про курение мы тоже знаем. Ну и, соответственно, как самый часто встречающийся процесс, влияющий на наш голос – это воспалительный процесс. Хрипим, цепим, разговариваем плохо и так далее. Самый известный такой пример вот этой вот осиплости голоса, несмыкания голосовых связок – это Георгий Витцин в фильме «Джентльмены удачи». Помните, как он там разговаривал? Да, несмыкания и связок. Ну, конечно же. Раз есть проблемы с голосом, то должны существовать и доктора, которые лечат эти проблемы. Это паниатры. Такие вот специальные доктора по голосу. Но, есть ли смысл доводить свой голос, свой аппарат голоса речевой до такого состояния? Явно, что нет. Тогда, соответственно, какие же надо принимать меры? Так, горячее молоко с медом и со сливочным маслом, я думаю, это как бы один из самых известных традиционных способов. Если вдруг вы чувствуете, что у вас неполадки с горлом и, скорее всего, что это связано с воспалительным процессом, либо если вы голос себе, что называется, накричали, то есть у вас неправильное звукоизвлечение, вы где-то покричали и чувствуете, что голос осипохрит, то молочко с медом и со сливочным маслом – очень хороший способ. Но тут надо знать некоторые тонкости. На стакан довольно горячего молока, не тёплого, а довольно горячего, так, чтобы можно было сделать маленький глоточек. Добавляем ложку мёда, чайную ложку масла и пьём мелкими глотками. И после этого очень важен голосовой покой. Нужно молчать. То есть, если вы всё это употребили, то лучше сделать это на ночь и молчать. Очень хороший метод – это полоскание. Представьте себе, существуют исследования японских учёных, которые выяснили, что при воспалительном процессе даже просто полоскание обычной водой, и то очень полезны. Очень сильно снижают болевой синдром и улучшают состояние, то есть промывают, вымывают бактерии. Опять, но тут есть опять же некоторые тонкости. Учёные доказали, что тёплое выше 36,6 способствует развитию бактерий. То есть, наша вода, которой мы промываем горло, должна быть ниже 36,6. С капельками календулы прекрасно. Ратакан, да, очень хорошо помогает свежевыдавленный сок лимона. Он содержит в себе витамин С, неконсервированный, абсолютно живой. Морская соль прекрасно, прекрасно влияет. Так вот, даже если просто ничего не добавлять в воду, то частые полоскания вот такой температуры воды, это уже очень хорошо будет воздействовать на снятие воспаления и выведение бактерий. И ещё один способ, который очень хорошо воздействует, когда у вас только начинается воспаление, да, для того, чтобы свой голос не допустить его сипение и хрипение, чтобы он находился у вас в хорошем состоянии, обязательно добавьте упражнения. Это известная поза льва и зевок. Так, два этих упражнения, у них один и тот же механизм воздействия. То есть мы, в принципе, заставляем работать наши мышцы, к ним приливают кровь, акцент, организм делает акцент, да, на этом месте и, соответственно, сам себя излечивает. Речь не идёт о связках в данном случае, речь идёт о том, что воспалённое горло, инфекция, влияет на звучание голоса. Поэтому я вам предлагаю несколько методов, каким образом свой голос сохранить. Ну и давайте с вами всё-таки подойдём к тому, в чём же секрет молодого и благозвучного голоса. Кто знает этого мужчину, кто слышал, как он поёт? Великий тенор, Лучано Поворотти. Я специально взяла его фото вот в таком уже преклонном возрасте. Несмотря на возраст, Лучано Поворотти, да и другие хорошие певцы и актёры собирают огромные залы, тысячные залы и поражают всех прекрасным мелодичным звучанием своего голоса. Что такого делают они, что до старости сохраняют такой молодой и благозвучный голос? И чего такого не делают многие другие? И приобретают тот самый старческий натреснутый голос. Они его тренируют, конечно, они его тренируют, совершенно верно. Люди голосом занимаются. И не забывайте о том, что когда у вас начинает болеть голова или горло, то есть смысл сначала использовать какие-то естественные средства. И не забывайте о том, что у вас начинает болеть голова. И не забывайте о том, что у вас начинает болеть голова. И не забывайте о том, что у вас начинает болеть голова.